Фэншуй с Еленой Ли Здравствуйте! С вами я, Елена Ли, мастер фэншуй и китайской метафизики. Неделя с 31 мая по 6 июня пройдет под влиянием ретроградного Меркурия. И начнется июнь по солнечному календарю. Первый день выпадет на 5 июня. Во-первых, сам ретроградный Меркурий может спутать карты и замедлить процессы. Дело в том, что такие периоды возвращают нас тому, что мы не доделали или не закрыли какие-либо долги. Поэтому придется все время возвращаться к прошлым делам и переделывать многие вещи. В период ретроградного Меркурия не стоит открывать компании и начинать постройку дома. Но можно закрывать те дела, которые вам больше не нужны. Продавать ненужные вещи или бизнес, который вас больше не вдохновляет и не приносит прибыли. Хорошо начинать лечение и хирургическое удаление чего-либо. Хорошо закрыть долги и кредиты. Если нет суммы, то заплатите взнос чуть больше, чем обычно, чтобы в будущем вашей прибыли хватало на все ваши потребности. Это время, когда хорошо прощаться с людьми, с которыми вам больше не по пути. И самое главное, можно менять свою жизнь, закрывая дверь в долги и финансовые сложности. А ретроградный Меркурий поможет запечатать двери навсегда и привлечь новую удачу в прибыли. Каким образом? Я вам расскажу об активации на ретроградный Меркурий, которую используют в профессиональной китайской метафизике. Используйте эту активацию во все периоды ретроградного Меркурия, чтобы обновление удачи шло гораздо быстрее. Для закрытия дороги сложностей сначала нужно обязательно обновить все, что связано с водой и канализацией. Прочистите сливы в ваннах и кухне. Используйте средства для очистки труб, еще лучше поменять везде сифоны и гофры. Все краны, что текут, надо починить или поменять, чтобы ни капли драгоценной энергии не уходило мимо вашего дома. Затем запишите свое желание на красной денежной бумаге. Подсчитайте и напишите точную сумму, которая вам нужна. Так и пишите. Благодарю Вселенная, Небо или Бог. Обращение не используйте то, которое вам по душе. Что я? Далее пишите фамилию, имя, отчество. Если что-то меняли, пишите прошлые данные. Получила прибыль в виде такой-то суммы в срок. И пишите годовой срок от начала написания, например, от 1 июня 2021 года до 1 июня 2022 года. Это не значит, что это все будет тянуться год, но желанию нужно время, чтобы созреть. А потом подготовьте место для данной суммы. Очень многие желания не исполняются, потому что для них нет места. Это первый признак неготовности. Подготовьте коробку или ящик, куда поместится ваша сумма в наличном эквиваленте. Если вы точно знаете, какой это объем, значит вы точно представляете, сколько вам нужно. Найдите в доме такое место, где будут деньги надежно сохранены. Вы же знаете, что небезопасно хранить дома, к примеру, миллион долларов. Но если у вас для него нет места, он никогда к вам не придет. Поэтому сначала найдите это место в доме или офисе, уберите его тщательно и установите туда коробку и полностью заполните рисом. Да, простым рисом. Доверху. Сверху положите свою записку с желанием и металлические деньги, сколько есть. А когда закончится ретроградный Меркурий 23 июня, возьмите щепотку риса и добавьте в ту еду, которую готовите. А взамен положите еще монеты. Красную бумагу с желанием, если образовались еще намерения. И вот так берите рис, взамен кладите деньги. Объем денег и риса должен быть равен. Горсть риса и такая же горсть денег должно быть внесено взамен. Добавляйте туда записки с желаниями, и когда рис будет съеден и полностью заменен на деньги, запечатайте этот ящик. Теперь он вам будет генерить огромную прибыль и новые возможности. Желательно рис съесть самим или со своей семьей, чтобы ваши доходы не уходили в другие дома. Ну, и несмотря на период, хорошие дни на этой неделе все равно есть. Это 2, 5, 6 июня. Дни, когда можно решать важные дела и делать нужные покупки и активации. А вот 3 июня лучше ничего не планировать. И уж точно не открывать компании или офисы. 31 мая и 4 июня будут дни болезни. В эти дни большая вероятность недуга или ссор. Поэтому не намечайте на эти дни важные мероприятия. Но можно начинать лечение или садиться на диету или на правильное питание. А сейчас рекомендации для каждого знака китайского гороскопа на эту неделю. Крыса Ваша неделя будет очень беспокойной и бестолковой. Не ожидайте от нее многого, но при этом будьте внимательны с деньгами. С понедельника по пятницу может быть много расходов и потерь. А в четверг ваш день конфликта и стресса, поэтому займитесь холотропными практиками, чтобы не сильно нервничать. И тогда к выходным у вас будет хорошее настроение. Июнь будет конфликт вашего знака с месяцем, поэтому не планируйте на этот месяц открытие компаний или крупных приобретений. И держите эмоции под контролем. Сложный день – четверг, а хорошим днем будет воскресенье. Бык Для вас грядет период больших перемен по всем фронтам, поэтому в делах могут быть частые смены планов. А также будьте готовы к большой удаче любви. В этом месяце сразу несколько звезд романтики поселятся в вашем знаке и создадут приятный флор влюбленности на весь июнь. Сложный день – пятница, а хорошим днем будет воскресенье. Тигр – знак этого месяца – это ваш астрологический друг, и он принесет много приятных знакомств и новостей. Если вы планируете найти инвестора или партнера, то этот месяц превосходно вам поможет. Но сначала придется отработать прошлые долги и закрыть гештальты. Сложный день – суббота, а хорошим днем будет воскресенье. Кролик. Ваш июнь будет невероятно насыщен событиями, поэтому хорошо прикупить гардероб на все случаи жизни. И в делах быть смелее. Ваш плюсовой период созрел и будет развиваться в полную силу. Шестилетний цикл роста начнет двигаться с этого месяца. Сложный день – воскресенье, а хорошим днем будет понедельник. Дракон. На этой неделе вы получите нужную поддержку или информацию. Не стесняйтесь просить о помощи. Будьте благодарными, и период будет очень воодушевляющим. Но берегите здоровье, особенно зону желудка и сердца. Сложный днем будет вторник, а хорошим – воскресенье. Змея. Много встреч увенчаются успехом и хорошо пройдут переговоры с партнерами и клиентами. Но будьте внимательны с электрикой и огнем в целом. Не забывайте о пожарной безопасности. Сложный день – среда, а хорошим днем будет воскресенье. Лошадь. Июнь – это месяц вашего знака, а значит, может быть конкурентная борьба. Литроградный Меркурий зацепит ваш дом международных отношений, поэтому будьте готовы к переменам в планах. Если вы будете вести переговоры с иностранными партнерами, то сделайте это до 5 июня. Сложный день – вторник, а хорошим днем будет воскресенье. Коза. Для вас это время идеально для поиска хорошего врача или духовного наставника, но могут быть большие расходы на этой неделе и весь июнь в целом, поэтому будьте благоразумны с деньгами. А вот во вторник могут исполниться самые сокровенные желания. Сложный день – пятница, а хорошим днем будет вторник. Обезьяна. Для вас эта неделя хороша для покупки транспорта, но причиной может быть ее поломка, поэтому будьте внимательны в пути, особенно в среду и субботу. Не гоняйте и не нарушайте правила. Будьте внимательны с техникой в целом. Сложный день – среда, а хорошим днем будет воскресенье. Петух. Вам очень повезет в любви на этой неделе, а также весь месяц ваша творческая энергия будет на высоте, поэтому подумайте, как продуктивнее вложиться в нужные процессы. Не теряйте времени зря, планируйте и делайте активации. Сложный день – понедельник, а хорошим днем будет четверг. Собака. Развивайте свою лингу, вся неделя будет насыщена встречами, и от вашего красноречия зависит то, как пройдут последующие полгода. Избегайте конфликтов и критики во вторник. Сложный день – вторник, а хорошим днем будет четверг. Кабан. Вам лучше не торопиться и все внимательно проверить по нескольку раз. Период рентоградного Меркурия и близость затмения настроит вас на меланхоличный лад, особенно в среду, поэтому больше отдыхайте и не увлекайтесь углеводами, тогда не будет сильного угнетения нервной системы. Сложный день для вас – среда, а хорошим днем будет понедельник. А сейчас информация для всех знаков. В период рентоградного Меркурия могут просесть продажи и замедлиться дела. Поэтому используйте активации подсаминь дуньзя, если вы хотите повысить продажи, увеличить прибыль, неожиданно хорошо заработать, выгодно продать недвижимость или авто. 5 июня зажгите зеленую восковую свечу на северо-востоке дома или офиса на 2 часа с часу до 3 дня по вашему местному времени. Обязательно в это время пишите желание на любые финансовые запросы. Активацию не делаем в туалете, в ванной, а также ее не проводят рожденные в год тигра, а также не делаем в их присутствии. Если вы все сделали правильно, ваше желание сбудется в наилучшем виде. С вами была я, Елена Ли. Отличного вам фэн-шуй и достижения всех целей!